Попробуйте догадаться о том, о чем мы говорим. Небольшая загадка. Это растение в Древнем Риме употребляли в качестве лекарства. Так. Так. Это уже что-то, но совсем практически ничего. Добавочка еще. В средние века в Германии считалось, что тот, кто надет этот цветок, удачно женится. Габриэль, а где надо за ним это сходить, поглядеть? Мне не надо, у меня и так все хорошо. Да? Ну ладно. Любил этот цветок наш великий писатель Иван Тургений. Между прочим. Но я, кстати, не знаю, выращивал он их или нет, об этом историю умалчивают. Странственной поклонницей цветка является знаменитая французская актриса Сара Бернару, которой вся квартира и все платья пропитаны ароматом этого растения. Вы догадались уже? Ну и самое главное, самое главное, что этим запахом уже пропиталась наша сту-ти-я. Все верно, потому что мы говорим о фиалках сегодня этим утром. И благодаря Марине Буш, любителю фиалок и цветоводу, садоводу, не знаю, правильно ли будет вас так назвать, но то, что поклонницы цветочной вы являетесь точно абсолютно. Марина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот скажите, с чего началась любовь ваша к этим прекрасным, милым цветам? Со случайностью, вы знаете, Авито в помощь. Случайно зачем-то я туда зашла и увидела прекрасное розовое создание, и за ним я поехала на другой конец города, и с этого началась вот эта вот страсть, так сказать. А чем это вас так привлекло? Вы говорите, прекрасное розовое создание. Ведь вроде есть похожие цветы, ну, допустим, гортензии чем-то отдаленно напоминают фиалки, ну, просто побольше и помасштабнее. Но это может быть миниатюрность? Не могу сказать, чем. Может быть, это мои цветы, потому что я в это верю, считаю, что цветы те или иные хорошо растут и цветут в том доме, где им место. То есть если это твое растение. Да. Хорошо, а кому тогда подойдут фиалки? Вот вы говорите, это мои цветы. Это возможно узнать только опытным путем. Ага, то есть нужно попробовать завести. Потому что, думаю, что у каждого цветовода-любителя в домашних условиях, да, есть цветы, которые почему-то не растут. Допустим, для меня это суккуленты, а фиалки и антуриумы, они прекрасно цветут и множатся. Сколько там в вашей коллекции? Прости, пожалуйста, я хотела уточнить, и потом ты. Давай. Обещаю. Сколько фиалок разновидностей и сортов, наверное, в вашей коллекции? Более 20, пока. Пока. А сколько их вообще? Этого я не знаю, но думаю, нет такого числа. Не, ну... Наверное, очень сложно посчитать, потому что постоянно выводятся новые и новые сорта, селекция же не стоит на месте. Не, ну я окей, задам по-другому вопросу. На сегодняшний день в рекорде Гиннесса или, может быть, где-то, например, 500 видов, вот... Ну, да, около, наверное, 500 видов. Вы знаете, таким вопросом статистики я не задавалась, потому что я получаю от этого просто удовольствие. Вот так. То есть это ваше все-таки хобби? Окей. Вы не выращиваете по заказу, если, допустим, кто-то хочет селекционировать фиалку. Нет, 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 это слишком, но, опять же, допустим, я выращиваю что-то, я где-то продаю или отдаю, но, опять же, это нельзя назвать каким-либо источником дохода, потому что опять вырученные деньги уходят на новые сорта. Вот так. Откуда к вам приезжали вот цветочки? Может быть, вы их заказывали из каких-нибудь дальних континентов? Нет, не до такой степени. А самая дальняя точка – это Краснодарский край. Ну, это тоже достаточно далеко. Ну, это не близко. Но доехали не все, к сожалению. Ага. Кого-то не пустили на таможне. Наталья, можно я задам вопрос? Да. Спасибо, Наталья. Скажите, пожалуйста, а сложно за ними ухаживать? Им нужно много воды, часто поворачивать под углом для того, чтобы лучше солнце попадало на них. Или просто поставил в угол и забыл. Ну, как раз много воды – это очень губительно. Это первое. Смотрите, нет никаких особых хитростей, есть просто некоторые тонкости. Чтобы фиалка много цвела и радовалась, часто цвела и имела приличный вид, то нужно, во-первых, избежать всяких перьев, то есть не переувлажнять, не перекармливать, и чтобы ей не было слишком много света. Как есть у нас некоторые любители выносить фиалки на балкон, они там блекнут и выгорают. Нет, только на подоконнике, и то, если у вас не южная сторона. То есть это такое растение, которое любит гармонию, да? Да, да. Не в минус, не в плюс никаких перегибов, да. Всего в достатке, но не в избытке. Хорошо. Говорят, что вот есть разновидность ночная фиалка, и названа она потому, что ночью она действительно более ароматная, чем днем. Это правда вообще? У меня просто нет дома фиалок, и я вот... Вы знаете, я пыталась уловить какой-то запах у своих, но, возможно, сорта, выведенные сложным селекционным путем, они не пахнут. Я думаю, что ночная фиалка, это, скорее всего, дикое растение, скорее лесное. Скажите, еще есть такой миф, что фиалки, они мужигоны, хотя вот у Габриэля парочка фиалок растет, он рассказывал, действительно есть. Ну, потому что, видимо, неприхотливое растение, и поэтому мужчинам за ним легко ухаживать. Чуть-чуть полил, чуть-чуть штору подприклил наполовинку, и все, оно само себе растет и слетет. Правда ли, ну, как бы в народе говорят, что если фиалки в доме, то мужчин в доме не будет. Это правда? Вы знаете, я не могу с этим согласиться, потому что я слышала как раз противоположное мнение, что фиалки в доме гармонизируют отношения в семье между супругами. Я не знаю, с появлением фиалок в моем доме ничего не изменилось ни в ту, ни в другую сторону, но, в принципе, я считаю, что фиалка – это такая радость для женщины. То есть, а следовательно, чем женщина имеет больше моментов радости, тем всем в доме спокойнее и комфортнее. Вот так. А их любят эти растения не только, допустим, девушки, ну и мужчины, понятно, но и животные. Знаете, такое часто бывает, заводишь цветок какой-нибудь, да, пытаешься его вырастить, а кошка пришла и подрыла то листик, то пожевала саму шапочку его, да, ну, цвет. Поэтому у меня нет кота. А, серьезно? Да, да. Приходится делать выбор. Ну и еще один вопрос, вот прям вот такой исторический. В древнем мире фиалку считали целебной. Вот, и цветки, фиалки использовали при болезнях почек, коклюшки, бронхите, вот, ну и много чего еще. Ну и... Не будем пробовать. Вот, а вот, скажите, вы пробовали в целебных таких свойствах найти ее? Нет, я не пробовала, потому что это же опять селекционные сорта. Я не думаю, что они несут в себе какую-то целебную ценность. Ну, если вы возвращаетесь к своей ночной фиалке, да, тогда возможно. И начиная, то, как вы думаете, действительно вот она была... Вы знаете, все растения имеют какое-либо свойство. Либо положительное для нас, либо же это яд. Я думаю, что фиалка имеет что-то. Как любое. Что-то. Что-то, что-то. Ну, как минимум прекрасный цвет. А вам какие больше нравятся? Фиалки фиолетовые, ну, вот... Белые или розовые. Или розовые, да. Вы знаете, моя последняя любовь – это фиалки с салатовыми краями. Неважно, какой цвет у них. Ну, если вы обратите внимание, то вот розовые, у нее салатовые краешки. А, да, мне просто не сильно было. И хорошо, что вы заострили внимание здесь. И телезрители сейчас увидят. Это совсем какая-то редкость, да, большая? У нее и листики совсем другие, я смотрю. Это вот как раз очень активно сейчас селекционеры выводят салатовые фиалки. Или же абсолютно салатовые. Что ж, ну, какой совет можете дать людям, которые хотят пополнить свой дом оранжерею домашнюю фиалкой? Во-первых, попробуйте, потому что это только радость. Если не получится, не огорчайтесь. Далее, если вы хотите купить уже готовое растение, а не экспериментировать, выводить его с листика, что занимает примерно год. Ого! Да, от листика до цветения. Она как маленькая, вроде крохотная, так долго растет, да? Вам кажется, да. Да, то лучше купите просто. У нас сейчас, в принципе, много таких возможностей на аукционах и так далее. И обращайте внимание на то, чтобы фотография была настоящей, не взятой из интернета. Не слишком красивая. Да, чтобы не огорчиться больше. Хорошо. Ну что ж, мы желаем вам пополнять свою фиалистую коллекцию с уникальными сортами, ну и больше поклонников, потому что чем больше поклонников, тем больше фиалок в Красноярске. А это, кстати, растение может вырастить на клумбе городской? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что оно не любит пересушки. Ну что же, тогда мы на этой положительной ноте, у нас у всех хорошее настроение, мы всех охочем, сидим друг на друга улыбаемся, наверное, это фиалка-антидепрессант. Действительно, нам разбавила своими ароматами и внесла в атмосферу свои веселые нотки. Марина, спасибо вам большое. Напомню, что мы сейчас изговаривали с Мариной Буш, поклонницей фиалок и ее замечательными представительницами домашней фиалистой коллекции.